Вы смотрите программу Абсолютный слух. Программа Абсолютный слух знакомит вас с самыми яркими явлениями мировой музыкальной культуры. Открыть неизвестные грани в известном. Вновь обрести незаслуженно забытое. Разгадать загадки, оставшиеся без ответа. В этом вам поможет программа Абсолютный слух. В 1871 году один из видных политических деятелей Венгрии поставил перед венгерским парламентом вопрос о необходимости создания Национальной музыкальной академии. Возглавить такую академию, конечно же, было предложено великому венгру, композитору и пианисту Фернсу Листу. Проблема заключалась лишь в том, что Лист покинул родину в раннем детстве и даже с трудом понимал венгерский язык. И все же он с радостью откликнулся на это предложение и стал не только президентом академии, но и ее профессором. Думаю, мы сможем узнать о новых гранях личности Фернсу Листа, если отправимся в Будапешт. Лист родился в 1811 году в маленькой венгерской деревушке и покинул родину в очень юном возрасте. В первый раз он вернулся в Венгрию в серии благотворительных концертов, когда ему было по 30. Ну, а это, можно сказать, служебная квартира Фернса Листа. Здесь же с 1879 по 1907 год располагалась Венгерская музыкальная академия. Лист был одним из ее основателей. Он стремился создать такое музыкальное учебное заведение, которое соответствовало бы европейскому уровню, но при этом полностью сохранило бы национальный венгерский характер. Первым президентом академии стал выдающийся композитор Фернс Эркель, автор национального гимна Венгрии и нескольких опер. Фернс Лист всегда считал себя венгером и одновременно следовал европейской традиции. При этом он очень любил русских и русскую музыку. Его другом был Бородин. Он знал мусоргского Рубинштейна, встречался с Глинкой. Лист гастролировал в Петербурге, дважды приезжал в Москву в 1840 и 1847 годах. А в Киеве он познакомился с графиней Каролиной Витгенштейн, которая стала главной спутницей его жизни. Лист был богат и очень щедр. Он делал пожертвования, фонды, играл благотворительные концерты, поддерживал бедных музыкантов и композиторов. Пожалуй, самым известным его протеже был Рихард Вагнер. Возможно, Вагнер и не смог бы сделать столь блестящую музыкальную карьеру, если бы на первых порах ему не помог Лист. Ференс Лист очень много сделал во славу Венгрии. Он часто использовал венгерские фольклорные мотивы в своей музыке, в том числе и элементы танцевального стиля вербанкош. Характерные ритмы и мелодику можно услышать и в венгерских рапсодиях Листа, и в его симфонической поэме «Венгрия». Фортепианная пьеса Листа «Погребальное шествие» была его реакцией на революцию 1849 года. Та революция была жестоко подавлена, а премьер-министр Лайош Баттани и 13 арадских мучеников, лидеров революционного движения, были казнены. Что касается духовной музыки Листа, то его оратория «Легенда о святой Елизавете» тоже не случайна, ведь это фактически музыкальное воплощение жития одной из самых почитаемых венгерских святых. Венгерский язык Лист знал плохо, ведь он покинул родину в ранней юности и общался в основном на французском и немецком. При этом он усердно осваивал венгерский, чтобы понимать соотечественников, иметь возможность переписываться с ними. Одним словом, он всеми силами стремился служить своей родине и с готовностью поддержал идею властей об учреждении в Венгрии музыкальной академии. Первый набор академии состоял из 30 студентов. Их обучали 5 педагогов. Учебными дисциплинами были фортепиано, композиция, контрапункт и история музыки. Историю венгерской музыки здесь преподавал композитор и музыковед Корнель Абрин, который не только писал первые учебники, но и выступал за то, чтобы включить в план обучение игре на народном венгерском инструменте цимбалах. Поначалу музыкальная академия располагалась в другом здании, а сюда переехала в 1879 году. Открылись струнное и вокальное отделение. Мало кто знает, что Лист уделял большое внимание такому предмету, как хоровое пение. Ведь именно пение в хоре помогает развить чувство ансамбля и активизирует внутренний слух. Лист начал преподавать, находясь в Швейцарии. Он был профессором Женевской консерватории, а потом занимался с учениками, когда жил в Веймаре. К тому времени он уже почти не выступал с сольными концертами, а служил придворным капельмейстером, сочинял музыку и давал мастер-классы. Конечно же, и в Веймаре, и в Будапеште он занимался не с маленькими детьми, а с уже сложившимися музыкантами. Одним из самых известных венгерских учеников Листа был Иштван Томан, который потом, в свою очередь, преподавал в Академии и воспитал таких композиторов, как Белла Барток и Эрне Донаньи. Кстати, Барток считал, что творчество Листа повлияло на новое поколение композиторов гораздо больше, чем, например, творчество Вагнера. Лист был настоящим новатором. Он, например, открыл такой жанр, как одночасная симфоническая поэма. Ведь раньше симфонии писали в четырех частях. У Листа же идеи, чувства и мысли сконцентрированы в единственной части. Лист делает одночасными и свои фортепианные концерты и сонату си минор. То есть это композитор, который мыслит очень ясно и стройно, а его образы очень разнохарактерны за счет трансформации музыкальных тем. Лист занимается в основном. Он занимался здесь, в этой квартире. Его студенты должны были присутствовать на всех его занятиях. Ведь Лист учил не только пианистическим приемам. Он требовал, и это главное, чтобы студенты учились передавать идею, смысл, содержание произведения. Он мыслил образами и не терпел отсебятины и эффектной театральности исполнения. Например, работая над полонезом Шопена, он говорил, я хочу слышать не виртуозные октавные пассажи, а стук копыт польской конницы. Лист с готовностью играл перед студентами сам, демонстрируя свою интерпретацию. Он был очень мягким и очень терпеливым педагогом. Единственное, чего он не переносил, это если студент приходил на занятия неподготовленным. Впрочем, таких ситуаций почти не случалось. Студенты слишком хорошо понимали, что перед ними генерал. Листа не стало в 1886 году, но музыкальная академия продолжала существовать в его доме. В 1907-м академия переехала в роскошное здание в стиле модерн на площади, ныне носящее имя Ференца Листа. Ну а это здание долгое время занимали организации, не имеющие никакого отношения ни к академии, ни к музыке. Лишь в 1986 году, через сто лет после смерти Листа, Министерство культуры выкупило историческое здание академии. Сюда вернулись музыкальные инструменты Листа, его мебель, ноты и книги, потому что до этого они хранились в новой музыкальной академии. И вот бывшая служебная квартира Листа превратилась в мемориальный музей. Эту гостиную обычно мы используем для проведения временных выставок, но наиболее достоверна обстановка спальни Листа, которая была его рабочим кабинетом. Интерьер в этой комнате сохранился на зарисовках современников. Этот рояль Чикеринг Лист получил в 1867 году от самого Фрэнсиса Чикеринга. В то время Лист жил в Риме, в маленькой квартирке при монастыре. И рояль попросту не поместился бы там, поэтому его пришлось перевезти в дом близкого друга Листа, барона Антала Аугуса. А этот рояль Чикеринг был куплен лично Листом для этого дома. Но он использовал его не для занятий, а для концертов, которые в те времена проходили в этом здании. Все свои инструменты Лист завещал Академии. Вот уникальный инструмент – пианогормоника, комбинация пианино и физгармонии, которая позволяла в домашних условиях воспроизводить звучание целого оркестра. Эту миниатюрную стеклянную гармонику Лист получил в подарок. Он сам не играл на ней, но любил ее звучание. Вместо струн здесь стеклянные пластинки. И по тембру инструмент напоминает челесту. Этот инструмент использовали в оркестре, потому что он не терял настройки и фактически выступал в роли камертона. Ференц Лист очень ценил рояли марки Безендорфер. Венский мастер Людвиг Безендорфер был близким другом композитора. Этот рояль стоял именно здесь, в гостиной. Об этом говорят документы. И этот уникальный музыкальный рабочий стол для Листа изготовил Безендорфер. Другого такого в мире нет. В среднем ящике стола мастер разместил клавиатуру, которая издавала тихие звуки благодаря тонким металлическим пластинам. Как видите, сейчас в музее много подлинных картин и скульптур. Понятно, что Лист украшал стены не собственными портретами, а портретами своих друзей и другими картинами. Но эти работы в основном выполнены художниками, которые были близкими друзьями Листа. Личная библиотека Ференца Листа просто драгоценна. В основном это издание, которое сам Лист приобретал в последние 20 лет своей жизни. Здесь и книги по григорианскому хоралу, и богословские трактаты. Поскольку Листа в этот период в первую очередь волновали вопросы духовной жизни и реформа духовной музыки. Есть и работы, посвященные творчеству Вагнера и биографии великих композиторов. Нотная библиотека Листа уникальна. Ведь он поддерживал тесные отношения с современниками, европейскими и русскими композиторами, которые посылали ему свои новые партитуры и делились с ним своими идеями и замыслами. В музее всегда много людей, чему мы очень рады. Потому что, конечно же, мы очень гордимся нашим великим соотечественникам и с удовольствием делимся нашими сокровищами со всеми, кто любит музыку и интересуется личностью Ференца Листа. Лето 1917 года. В России краткая передышка между двумя революциями – февральской и октябрьской. Часть творческой интеллигенции срочно покидает страну и уезжает за рубеж. Литераторы и художники создают авангардные произведения в духе времени. А 26-летний композитор Сергей Сергеевич Прокофьев сочиняет веселую симфонию в стиле Гайдена под названием «Классическая». Как говорил сам Прокофьев, ему хотелось подразнить гусей, а заодно рискнуть. Вдруг действительно со временем эта симфония станет классикой. К 1917 году Сергей Прокофьев успел прославиться как убежденный композитор-футурист. Его первый фортепианный концерт, который назвали футбольным, потряс почтенную публику, а авангардный балет Аллы и Лоли не решился взять к постановке даже привычной к новациям Сергей Дягилев. Сочинив свою первую симфонию, Прокофьев вновь поразил публику оригинальностью идеи. Теперь, когда все ждали от него очередной сверхсовременной партитуры, композитор написал «Классическую симфонию». В годы студенчества Прокофьев тщательно штудировал симфонии Гайдена в классе дирижирования. Уже тогда он чувствовал особую симпатию именно к этому вентскому классику, которого по праву называют отцом симфонии. Гайденовский дух веселья, игры и свободы был очень близок к молодому композитору. Мне казалось, говорил Прокофьев, что если бы Гайден дожил до наших дней, он сохранил бы свою манеру письма и в то же время воспринял кое-что от нового. Поскольку к началу 20 века великий Гайден уже два столетия как находился в лучшем из миров, Прокофьев решился выполнить работу за него. Сохранив внешние формы Гайденовской симфонии, он наполнил ее новым содержанием. Легко и беззаботно Прокофьев стал одним из первооткрывателей музыкального направления, в котором искусство прошлого отразилось и переломилось в зеркалах современности. Уже через несколько лет музыковеды дадут этому течению официальное имя «Неоклассицизм». В первой симфонии Прокофьева все так, как завещал классик. В ней четыре части, скромный состав оркестра и лаконичные формы. Как и ранние симфонии Гайдена, Прокофьевская партитура звучит около 15 минут. В программке к премьере симфонии было указано автор, задался целью воскресить старые добрые времена, времена фижем, подлинных париков и косичек. Поначалу слушатель и не заподозрит подвуха, однако вскоре ценитель классической музыки заметит, что-то пошло не так. Прокофьев словно отправляет музыку по необычному руслу, изящно применяя новые законы гармонии. Прокофьева увлек эксперимент. Он впервые решил написать крупную партитуру, только по слуху, не прибегая к помощи фортепьяно. Лето 17-го года композитор провел в одиночестве в дачном поселке под Петроградом. Он специально не взял с собой инструмент, чтобы избежать соблазна сочинять за клавишами. Я заметил, что тематический материал, сочиненный без рояля, часто бывает лучше по качеству, объяснял автор. Перенесенный на рояль, он в первый момент кажется странным, но после нескольких проигрываний выясняется, что именно так и надо было сделать. Особенно популярной впоследствии стала третья часть симфонии, написанная в жанре гавота. Этот чопорный старинный французский танец Прокофьев полюбил на всю жизнь. В его наследии гавотов оказалось больше, чем у любого другого композитора 20-го века. Гавот из первой симфонии пригодился Сергею Сергеевичу 20 лет спустя в балете «Ромео и Джульетта». Он звучит вновь в измененной и расширенной версии. Оказалось, что классическую симфонию ожидало большое хореографическое будущее. Ее прозрачность и полетность вдохновляли многих балетмейстеров на создание одноактных спектаклей. Начало в 1931 году положил Тадеуш Славинский, который когда-то был первым постановщиком балета Прокофьева «Сказка про шута». Теперь же вместе с художником Михаилом Ларионовым он поставил классическую симфонию в Париже на сцене театра «Пегаль». Спустя 35 лет одно из самых известных хореографических прочтений партитуры предложил Леонид Лавровский, сочинивший новый балет для учащихся Московского хореографического училища. В начале 21 века эстафету подхватил Юрий Посохов. Его классическая симфония увидела свет в 2010 году в Сан-Франциско, а спустя два года добралась и до Москвы. Попутный ветер триумфов на концертной сцене сопровождает симфонию Прокофьева уже целый век. Это неудивительно, ведь в первое плавание ее отправил сам автор. 21 апреля 1918 года Прокофьев продирижировал премьерой классической симфонии в Петрограде. С той поры партитур остается одной из самых востребованных в репертуаре оркестров мира. Энергичная и остроумная музыка написана так, что доставляет радость не только публике, но и самим исполнителям-оркестрантам и, конечно же, дирижеру. В этом залог ее постоянного появления в афишах. Когда композитора спрашивали, зачем он назвал симфонию классической, Прокофьев отвечал «из азарства». Чтобы подразнить гусей и в тайной надежде, что в конечном счете обыграю я, если с течением времени симфония так классической и окажется. Что ж, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Надежда Прокофьева сбылась. КОНЕЦ Когда его мозг напряженно работал дюйм за дюймом, приближаясь к намеченной цели, он всегда насвистывал один и тот же мотив. Это строки из знаменитого детективного романа Коллинза «Лунный камень». Какую же мелодию насвистывал сыщик-сержант Каф? Ну, разумеется, ту, которая была популярна тогда, когда создавался роман, то есть в середине девятнадцатого века. Но проницательный сержант Каф вряд ли мог предугадать, что его любимая песня останется популярной даже спустя сто пятьдесят лет. Роза. Этот прекрасный и капризный цветок был хорошо известен людям со времен античности. Поэты древнего Рима воспевали розу в своих творениях, а в европейской культуре нового времени она была вознесена на вершину флористической иерархии. Именно роза удостоилась чести называться королевой цветов. Розы являются гордостью ботанического сада города Дублин. Они словно напоминают о цветке воспетым ирландским поэтом-романтиком Томасом Муром. В начале девятнадцатого века он был одним из самых влиятельных литераторов Северной Европы. На родине Мура его наследие почитают как святыню, в том числе и потому, что именно Ирландия занимает в его поэтическом мире центральное место. В России Томас Мур стал известен в первую очередь как автор слов к песне «Вечерний звон». Текст был переведен на русский поэтом Иваном Козловым. «Вечерний звон», «Вечерний звон». Визитной карточкой Томаса Мура стало стихотворение «Последняя роза лета». Этот опус поэт написал в 1805 году, находясь в парке Дженкинстоун на юге Ирландии. Согласно легенде, вдохновение ему подарил цветок. Роза китайского происхождения, сорт которой называется «Олдблаш», что переводится как «Старая румяна». В 1813 году Мур опубликовал стихи в своем сборнике «Ирландские мелодии». Соединив текст с традиционным народным напевом, он превратил его в песню. Любителям музыки был также предложен и фортепианный аккомпанемент, написанный английским композитором Джоном Стивенсоном. Очень скоро песня «Последняя роза лета» завоевала симпатии множества людей, в том числе живущих далеко за пределами Туманного Альбиона. Под обаяние безыскусной ирландской песни подпали и десятки композиторов, от безвестных до самых знаменитых. Не стал исключением и великий Людвиг ван Бетховен. В те годы он писал множество обработок ирландских и шотландских народных песен по заказу нотного издателя из Эдинбурга. Уже через год после выхода в свет сборника Мура и Стивенсона Бетховен создал свою версию «Последней розы». Бетховен работал над этой песней не только ради выполнения коммерческого заказа. Тому есть подтверждение. Ведь спустя четыре года «Последняя роза лета» вновь зазвучала в его музыке. На сей раз он включил ее тему в сочинение шесть вариаций для флейты и фортепиано. Интерес к ирландской культуре в Германии был велик. Для немецких писателей, художников и композиторов северная страна с ее скалистыми берегами стала символом романтизма, бурного, неистового и бескомпромиссного. В 1827 году к «Последней розе» обратился 18-летний Феликс Мендельсон. Чудесная ирландская тема вдохновила его на создание фантазии для фортепиано. Конечно же, для Мендельсона, истинного композитора романтика, лиричная песенка стала лишь импульсом к творчеству. Он смог раскрыть в ней глубокую чувственность и драматизм. Но, пожалуй, самым популярным произведением 19 века, где звучит «Последняя роза», стала опера «Марта» композитора Фридриха фон Флотова. Ее премьера состоялась в 1847 году. Согласно либретто, песню о розе исполняет главная героиня, переодетая служанкой. Это самый короткий путь к сердцу кавалера. Лучшие певицы поспешили включить «Арию Марта» из оперы Флотова в концертный репертуар. Сделанная в начале 20 века запись сохранила последнюю розу в исполнении прославленной итальянской примадонны, обладательницы колоратурного сопрано Аделины Патти. Оказавшись на русской почве, роза обрела новые краски в интерпретации великой русской певицы Надежды Абуховой. В более низкой тональности песня зазвучала особенно проникновенно и чувственно. Ирландская песня оставила свой след и в русской композиторской школе. Тема «Последние розы» стала основой для вариаций на шотландскую тему, созданных Михаилом Ивановичем Глинкой. Почему Глинка назвал ирландскую тему шотландской, историкам музыки доподлинно неизвестно. Возможно, косвенным виновником этого курьеза оказался видный государственный деятель Александр Тургенев. Тот был лично знаком с Томасом Муром, но его знаменитую песню о розе записал в свою тетрадь не в Ирландии, а в столице Шотландии – Эдинбурге. Позже, рассказывая Глинке о своем путешествии, он мог ошибиться с адресом рождения песни. «Последние розы лета» сохранила для истории музыки имя немецкого скрипача и композитора Генриха Вильгельма Эрнста. Его виртуозные вариации на тему ирландской песни, созданной в 1865 году, входят в хрестоматийный скрипичный репертуар. Это сочинение с блеском исполнил 12-летний Максим Венгеров на открытии восьмого конкурса имени Чайковского. Всемирную славу песни обрела в 1951 году, когда миллионы любителей вокального искусства увидели фильм «Великий Карузо». В финале мелодрамы о жизни и смерти артиста песня «Последняя роза лета» звучит в исполнении Марио Ланса. Ну а поклонники детективного романа «Лунный камень» и его многочисленных экранизаций знают, что их герой, сержант Кафф, напевавший мотив знаменитой песни, любовался розами не реже, чем любой знаменитый тенор, заваленный букетами от поклонниц. Ведь в свободное время он охотно посвящал разведению роз в своем саду. Сегодня «Последняя роза лета» продолжает свисти в саду современной культуры пышным цветом. Благодаря композиторам, аранжировщикам и певцам на свет появляются все новые сорта этого великолепного цветка, которые лишь дополняют розарий, пьянящий своим изысканным и нежным ароматом. Субтитры создавал DimaTorzok Великий композитор 20 века Игорь Стравинский был превосходным дирижером. А первый раз встал он за дирижерский пульт совершенно случайно. Маэстро Эрнест Ансерме репетировал первую симфонию Стравинского в присутствии автора. И в какой-то момент предложили ему взять в руки дирижерскую палочку и попробовать себя в роли дирижера. С той поры и до конца своей жизни Стравинский с дирижерской профессией не расставался. Посмотрите и послушайте кадры кинохроники. Конечно же, без наших комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok